Здравствуйте, друзья! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multiroky.ru. Сегодня мы поговорим о том, как правильно писать теги, и для того, чтобы проанализировать их, откроем какой-то крупный канал, ну, более-менее крупный, и откроем его ролик, посмотрим, какие теги пишут на крупных каналах крупные ролики. Итак, я изначально предупреждаю, что у меня нет ненависти ни к одному человеку, который я буду сегодня открывать и комментировать. Я, наоборот, за то, что люди создают свой инфобизнес в YouTube, потому что, на мой взгляд, инфобизнес в YouTube, он гораздо качественнее, чем подает материал в школах, институтах и техниках. Согласитесь, на YouTube можно найти намного качественный и более сформированный материал, чем в этих учебных заведениях. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Итак, давайте, друзья, перейдем на ролик жертвы и посмотрим. Итак, сколько зарабатывают видеоблогеры? Название нормальное, канал адекватный, даже авторство есть подтверждено, 30 тысяч подписчиков. Нормальный такой вот средний канал. Открываем теги к ролику через открытие кода страницы. Горячий клавиш я вам вывел, либо через правоокно к мышке. Итак, спускаемся пониже и метанейм кейворд. Это как раз-таки поисковый запрос на ключевые слова. Ну, смотрите, здесь стоит троеточие. То есть, теги не все. Спускаемся пониже и видим оставшиеся теги. И первое замечание. Я, конечно, не работаю в YouTube и не знаю, как он все это дело анализирует, но вот то, что вот это запрос, я знаю точно. А вот как YouTube относится к запросам вот такого рода? Может, это какой-то вторичный запрос? То есть, если вы хотите четко, чтобы находили ваш ролик, распределите основные первые 15 слов так, чтобы они влезали до точек. Потому что потом будет следующая запись, и я не знаю, как YouTube к ней относится. Может, хорошо, может, плохо. Но вы в любом случае не теряете самые такие поисковые слова. Оставьте первыми. Остальное запишите потом. Так вот, смотрим на теги. Ну, вроде бы все адекватно. Но, смотрите, мы натыкаемся на то, как правильно какать, как правильно целоваться, какао белого цвета, как взломать страницу ВКонтакте. Ну, смотрите, если сделать скидку на какао белого цвета, ладно, девчонка ведет видеоблог, то остальное конкретно не по теме ролика. То есть, я дождался этого ролика, посмотрел. Она не учит делать, ничему не целоваться. В общем, не обучает этому. Поэтому данные теги не соответствуют ролику. И, смотрите, тут вы с YouTube играете в одну интересную игру. Помните, год назад медиасети рассылали всем объявления, тем, кто сотрудничает с медиасетями, конечно, что YouTube ввел новые правила оформления роликов. То есть, под роликом должно быть четкое описание и четкие теги. Как вы знаете, давно, вот если взять года три назад, то YouTube был абсолютно без разницы, и вообще все писали все, что угодно под роликом. То есть, все, что хотите, то и пишите. YouTube очень тихо ввел данные правила и успел еще даже забайнить некоторые каналы. Даже с учетом, что медиасети рассылали. Хорошо, мне не надо было лазать по своим 250 роликам, что-то исправлять. Я всегда писал, что мы делаем в уроке в описании к ролику. То есть, мы прокладываем маску, а не миром это и делаем это. А кому-то, прикиньте, пришлось 600 своих роликов переделать описание и теги к ролику. Да, за три дня это, наверное, не очень-то успеешь. Так вот, здесь вы с YouTube играете в одну интересную игру. Успеет он вас забанить, либо не забанит. Почему данный ролик существует и его не забанили? Меня это на самом деле не касается. Я могу лишь предположить, что, возможно, это повлияло на то, что канал авторский. У него есть галочка и подтвержденное авторское право на это. Так вот, может, потому что канал крупный, а может, потому что, смотрите, дата этого ролика очень свежий ролик и набрал очень много просмотров. Как вы знаете, такой рейд YouTube устраивал год назад, но никто не говорит, что YouTube не психанет и завтра не проведет то же самое. Поэтому будет обидно потерять канал, свой проект, только из-за того, что вы написали конкретно несоответствующие теги к данному ролику. То есть, если вы даже напишете 1080p, что это означает? Это означает, что ролик высокого качества. Даже это каким-то боком относится к данному запросу, а некоторые запросы в данном ролике даже нарушают вроде бы закон. Так что, друзья, выбирайте политику, которой вы будете пользоваться. И, кстати, давайте проанализируем запрос. Прямо даже интересно стало, а сколько людей ищет данную фразу? Любой аналитик запросов заходит, например, на Яндексе. У меня по горячим клавишам просто открывается. Без кавычки, конечно, только. И смотрим. 1826 человек. Но смотрите, вот под этим роликом, как я вижу, уже посмотрел изначально, слово «заработок» есть. У него довольно большой поиск. А вот слова «видеоблог» нет. То есть, давайте посмотрим, сколько человек ищет заработок. 740 тысяч. И видеоблог. 15 тысяч. Ну, сравните. 15 тысяч и 1200. То есть, есть разница. То есть, я к чему клоню. На самом деле, можно к ролику подобрать соответствующие теги. И чтобы ролик находился, не обязательно так ухищряться. И брать конкретно теги, которые не соответствуют роликам. И так делают в основном вот каналы, которые там вот в районе 300 тысяч подписчиков. Если вы по себе откройте, я этого же делать не буду, канал, который 2 миллиона подписчиков, вы очень удивитесь. Там будет всего 4-5 тегов. Название канала, автор канала и, возможно, то, что показано в ролике. То есть, как покормить хота. Вот серьезно. Там будет 3 тега, и этот ролик будет набирать там миллион просмотров в день. А почему? Потому что запрос релевантный. Все вот такое разнообразие запросов в тегах. Это значит, что ролик разбросан по поисковикам. И не факт, что YouTube на него среагирует правильно и не кинет этот запрос, ну, куда-нибудь в другое место. То есть, если вы пишете более конкретные ролики, ну, на более конкретных тематиках, это и предлагает. А так как он видит там фразу «какао белого цвета», естественно, он сравнивает и смотрит. Да, про видеоблогинг здесь ничего не сказано, хотя дофига, да, и вроде бы название соответствует. И поэтому давай-ка я отнесу этот ролик в «какао белого цвета». А сколько людей ищет данный запрос? Да, фиг его знает. Давайте, кстати, посмотрим, сколько. «Какао белого цвета». О, 24 тысячи человек. Интересный запрос. Я не знаю, почему так много, но это хороший запрос. Ладно, пусть он будет, по крайней мере, девчонка ведет данный проект, и, возможно, это как-то боком еще к каким-то относится. Но другие запросы, конечно, друзья, вы играете в довольно рискованную игру с YouTube. Ну что ж, я надеюсь, вы поняли, как правильно писать теги к роликам, и будете применять правильно данный материал при продвижении своих проектов. Ну и до встречи в новых роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok